Взрослые команды мастеров губернии выясняют свои отношения в хоккейном чемпионате, первенство страны проводят и детские клубы. Соревнования проходят по нескольким возрастам. Болельщики всегда с нетерпением ждут в Овской дерби двух команд мастеров. А вот как встречаются юные хоккеисты Самары и Тольятти? Сегодня мы решили восполнить этот пробел и предлагаем вам побывать на матче 13-летних хоккеистов в Самарском дворце спорта. ЦСКА ВВС под руководством Николая Острелина принимал в минувшие выходные Тольяттинскую ладу. Команду ребят 1985 года рождения тренирует известный в стране специалист Владимир Гуженков. Тот самый тренер, который воспитал многих мастеров российского и мирового хоккея. Именно под его руководством постигали азы хоккейных наук игроки Тольяттинской лады, а впоследствии звезды НХЛ, обладатель кубка Стэнли в составе Нью-Йорк Рейнджерс Алексей Ковалев и Вячеслав Буцаев. Как знать, может быть из этих тольяттинских мальчишек, явно превосходящих своих сверстников из Самары, вырастут новые звездочки. Обратите внимание на второй номер лады – Дениса Ежова. В прошлом году его признали лучшим защитником России в своем возрасте. А вот Володя Медведев, номер 14, еще недавно выступал в ЦСКА ВВС, а сейчас играет уже в Ладе. Родители делают все, чтобы он получил высшее хоккейное образование в Тольятти, где действует одна из лучших детско-юношеских спортивных школ в России. Володя, кстати, внук известного лыжного специалиста Владимира Михайловича Медведева. Я мечтаю, чтобы он был хорошим человеком, русским, чтобы любил Родину. А как он заиграет, это будет зависеть от его способности, от его трудолюбия. Так, как в любом спорте. Как говорил Тарасов, нет таланта, есть большое трудолюбие. А трудолюбие всегда выйдет в мастерство. Все воспитанники Тарасова очень здорово работали. И все были великими. Хоккей в наше сложное экономическое время весьма хлопотные и обременительные занятия. Чтобы экипировать в хоккейные доспехи своего сына, родителям нужно выложить весьма приличную сумму. В долларах. А если учесть, что во все времена искусственного льда хронически не хватает, тренируются детские команды или рано утром, или поздно вечером. В Тольятти с этим попроще. И, естественно, все это влияет на результат. Команда Гуженкова одолела команду Острелина в итоге с разгромным счетом. 8-0. Но дело, конечно же, не в результате. Этот матч был показателен во всех отношениях. Тольяттинский хоккей имеет прочные традиции. Теперь, надеюсь, понятно, почему успехи взрослой Лады весомее, чем у мастеров ЦСКА ВВС. Все дело в отношении к организации учебно-тренировочного процесса. А с деньгами сегодня и у тех, и у других плохо. Основное время расходов несут родители. Трудно, конечно, трудно, тяжело все это, дорого сейчас, особенно в настоящее время, потому что весь инвентарь покупается за границей, и все это переводится на доллары. Но, в общем-то, как один хороший человек сказал, чтобы что-то сделать, нужно в это вложить. Вложить здоровье, вложить время и, естественно, деньги. И потом мы думаем, что результат будет хороший. Из наших детей вырастут настоящие ребята, люди хорошие, сильные люди, дружные. И, я думаю, наше общество, и мы, родители, никогда не пожалеем о том, что мы привели в хоккей. Тяжело, все хорошее тяжело дается. В наше, как говорится, время старались, как говорится, изо всех сил, чтобы что-то сделать для своего города, для своей, как говорится, страны, что-то воспитать, кого-то сделать. А знаете, что было самым любопытным? После матча юные хоккеисты тольяттинской команды разъехались в гости по домам своих сверстников из Самары. Назавтра в половине восьмого утра у них должен был состояться повторный матч. Но средств на отеле нет, как нет денег и на автобус, чтобы команду привезти из Тольятти. Есть только энтузиазм и сподвижники, который пытается не дать угаснуть детскому хоккею в губернии. Тренеры и родители. Давайте снимем перед ними шляпу.